а здрасте а всем привет у линьки у нас золотой колос продолжается и на самом деле внезапно эта серия появилась не было никаких планов ничего записывать сейчас но вчера в общем-то был стрим на котором мы занимались уборкой начали убирать вот это вот наше прекрасное поле и когда я здесь катался на комбайне смотрел я в общем-то вдаль и впереди вон видите поле которое находится за нашей базой сейчас вот она созрела а на стриме она была еще не созревший и там был красивый такой синий цвет потому что здесь растет друзья лен и появилась у нас у меня мыслишка что можно же отсюда этого самого льна немножко подукрасть почему бы и нет не льна а соломой и на стриме мы начали заниматься херней взяли контракт на третьем поле там где тоже рос лен потому что поле еще было не созревшие оказалось что даже с модом не знаю воровать соломы чужих полей контрактных нельзя это поле волковать ворошить и так далее поэтому я с помощью подборщика отвозил солому сюда потому что здесь ее можно ворошить волковать отвозил в общем-то все это дело вот сюда и здесь мы это все переворошили и немножко вот потюковали а потом правда пришел разработчик карты на стрим ко мне посмотрел что я мучаюсь один из разработчиков до андрюха смотрел как я мучаюсь и и и сделал для меня мод чтобы можно было эту самую солома на чужих полях и ворошить и волковать и в общем-то мы посмотрели все это работает но уже было привезено сюда некоторое количество поэтому сегодня наша задача доделать то что то что мы начали там во первых вот это вот все дело надо тоже привести в порядок с этим разобраться плюс у нас поля еще тоже кстати созревшие надо и нашими полями заниматься поэтому работы тут уйма и поэтому в общем то да погнали работать на третьем поле друзья контракт у нас уже завершён тут все у нас в порядке то есть надо еще солома пособирать будет вот этого товарища на комбайне мы отправляем на поле номер 10 которые будем сейчас убирать man сейчас поедет выгрузит лен на масло экстракционный завод тоже на поле 10 поет только комбайн еще сначала заправить съездит а мы друзья позанимаемся вот этой вот соломкой а где ворошилка наша не жильею там на поле оставил ее зачем-то даже на базу пригнал ладно у нас благо хватает тракторов маленьких чтобы со всем этим делом справиться так что сейчас мы зарядим курс play check и отправим класса работать ворошить поле потому что надо разобраться со старыми тюками еще благо теперь это все можно автоматизировать потому что вывозить солому на свое поле этот настолько геморройная задача друзья вам просто не передать так значится во-первых курс play check поле номер три черт а там же уже контракт как бы выполнен и поле маршрут не генерирует черт то есть курс play не видит его как свое поле ладно значит поедем работать ручками что поделать лака заворошить тут все это дело широкую вот эту вот имеет область что называется поэтому это мы сделаем довольно таки быстро ага поле у нас уже все сдано по контракту и теперь тоже нет доступа к этому участку короче нельзя до конца продавать лен видимо сейчас это дело не сработает в общем-то тогда контракт мы принимаем мы и он еще вроде как не закончился но считается закончена но есть друзья у нас еще поле 21 и в принципе тоже можно будет его принять после уборки нашего урожая туда тоже сгонять почему бы и нет там же много всего этого будет правильно говорю вообще контракты такие есть нормальные можно позаниматься подсолнечник лен пшеница кукуруза пшеницу лишнюю ячмень кукурузу можно все кстати отвозить на мельницу пускай работает хотя у нас там и так собирается дохренище всего знаете что давайте примем все эти контракты после уборки наших полей можно будет даже стримец кстати провести на эту тему чтобы контракт не закрывался можно убрать поле отвести весь урожай с него возить на базу а потом с базы его уже отвозить на приозерский элеватор когда все чуки будут собраны мне кажется это самый правильный вариант она пускай контракт висят их не буду пока принимать сначала уберем наши все поля потом будем развлекаться а мы тогда поехали на наше поле где у нас уже солома натыренная есть и так как я здесь уже все переворошил то сено ворошилка нам здесь не нужно съездили мы за прицепом для тюков давайте соберем вот эти вот все тюки ставим их в сторону хотя если в прицел не влезет сейчас на фоломе загрузим всех чтобы все здесь четко можно было убрать потому что солому я высыпал буквально в одну кучу и тюкалка наша не не справлялась оставляла какие-то проблески но сейчас благо сено ворошилкой можно будет точнее с волковалкой и таки на фоломе все красиво запустить и эту всю солому до грамма собрать ценник одного такого тюка кстати будет около четырех тысяч денег то есть вы представляете сколько здесь вот солома это мы три прицепа сюда вывезли по моему всего и вот те 100000 пожалуйста как с куста просто не за что вопрос только в каком количестве все это дело удастся нам продать за сейчас ценники так сильно не проседают уже на все это добро плюс на свин на швейной фабрике вроде как это все дело пополняется относительно быстро смысле свободное место вот и после того как мы собрали все это дело сейчас мы все на фоломе сделаем по красоте единственное только у нас тут в тюкалке еще сено немножко было мы этот тюк подальше отберем еще начал тюковать обычную соломку потому что не знаю как мне кажется по цвету вот они видите отличаются здесь обычная солома или не переворошенная или она солома льна короче в тюке на обычная солома и денег толком не стоит и поэтому теперь мы ставим follow me и давай влево на три метра хотя за 4 тюка всего влезет ну ладно соберет 4 тюка моего остановит вот этого товарища мы тоже ставим на фоломе только сначала тюкалку эту саму включаем а вот этот товарищ на нем мы поедем кататься постараемся здесь все сделать по красоте открываем всю эту бодягу включаем разворачиваемся чтобы трактора друг другу не мешали едем все это дело волковать надо брать на самом деле здесь по чуть-чуть чтобы не сильно толстые вот эти вот дорожки были чтобы тюковщик мог подбирать все тебя с другой стороны мы все равно проедемся пару раз еще лишних ну и что она вроде как работает она тюкалка подбирает вроде даже не оставляет ничего за собой хотя мы здесь еще кататься будем неоднократно 23 тюк и надо еще а вот сейчас будет 24 отлично значит этого чувака можно снимать давайте снимем его подберем вот этот тюк и наши вот это вот то что мы насобирали сейчас выгрузим в сторонку дабы не мешало где-нибудь вот здесь например да обожаю этот прицеп для тюков на самом деле прям классный и сейчас обратно его ставим и едем кататься пускай она тут все бы по-быстрому тюкует и сразу же собирается вроде бы даже все подловила погнали кататься и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Солома льна На ткацкой фабрике... А, с 10 утра только будет доступно Ну ладно, с 10 утра так с 10 утра Вообще знаете, что я подумал? Тут на самом деле я не знаю, вышло это все дело уже в свет или нет Но скоро выйдут склады для тюков И тут сейчас прям очень в тему Эти склады... Так, давай двигатель заглушись Тут сейчас прям очень в тему Себе поставить этот самый склад Стоит он недорого И на базе для него, кстати, есть место Погнали поставим Почему бы и нет? Посмотрим заодно, как это все дело работает Да, кстати, вот тут уже немножко Проросли ростки или не проросли Хрен его знает Вроде как сутки прошли С момента, когда мы здесь все засеяли Трава выросли, а засенки не выросли Ну ладно, посмотрим на следующий день Потом, или может быть в этом дне Надо придумать, куда поставить склад для тюков Где-то надо рассчитить место будет Там сзади площадка в принципе есть Довольно-таки неплохая Можно сюда всунуть Но как-то он тут отдельно Смотреться, наверное, не будет Вот это вот все убирать Не знаю Кстати, можно вот сюда поставить Ну, как вам идея Правда, колодец Ну, блин Я не очень люблю вот это вот Менять все Карты вот эти Староформинг Вот эта вот всякая фигня Давайте вот плиты уберем Есть тут триггер где-нибудь убрать? Или оно вместе с гаражами Только весь мусор убирает? Я не хочу это убирать Ладно, сколько этот склад места занимает? Есть тут два склада Один на 180 тюков маленький Да, ну он вообще маленький Но 180 тюков это не очень много Но его можно прямо вот сюда вот поставить И вообще не париться Вот эту вот херню убрать Или даже не убирать Или большой склад тюков 504 Блин, он за разы побольше Слушайте, а он вот сюда вот Прекрасно становится И ничего даже не надо треформировать Точно Все, ставим его сюда Оп И все Теперь у нас есть склад тюков Погнали смотреть, как это работает Тепандоны, триггер Все классно 54 тысячи он стоил Немножко, конечно, он здесь асфальт изменил Что не очень круто Прям видна вот эта вот граница Знаете Ну ладно, хрен с ним Не будем обращать на это внимание И вроде как в меню склады Должен был появиться Вот он, склад тюков номер один Здесь у нас 8 рядов тюков Они могут заполняться Разными тюками Если мы в первый ряд, например, выгружаем тюки травы Квадратные А потом мы выгружаем круглые тюки соломы Они пойдут во второй ряд Даже если в первом ряду останется место В общем-то, как в 17 ферме Это все работало Погнали отвезем сюда тогда То, что насобирали Вот это В принципе, дворец Здесь надо будет сделать А можно, кстати, и вот эти вот тюки Тюки тоже отвезти сразу туда Пускай лежат на складе Правда, блин, по одному тюку Два ряда займут сразу Ну ладно А что поделать? А что поделать? Давайте, грузитесь Потом приедем еще за остальной партией Тоже туда все перегрузим Ну и давайте попробуем сюда все это дело выгрузить Я думаю, заработает Оп Все, все принялось Давайте посмотрим, во-первых, как это выглядит Вот они в разных рядах стоят Увы, мы не можем зайти в склад Хотя было бы прикольно на самом деле Можно с другой стороны посмотреть Вот они в три вот таких вот стопки грузятся Ну и через меню склад тюков Вот они, круглый тюк Сухая солома Ух ты, а что это тут? Пять кнопочек каких-то Один, два Ааа, можно выгружать сразу Три тюка, два тюка, один тюк Прикольно Выгружаются они, правда, с другой стороны Вот с этим я не рассчитал Я думал, они выгружаться будут туда же на триггер Классно, вот это вот тоже классная тема Сколько тюков тебе надо выгрузить Их, наверное, можно сразу дохрена выгружать, да? То есть пять, пять Ладно, сейчас все отвезем Посмотрим, как это работает Они в несколько стопок будут сразу становиться Насколько я понимаю Ничем не занимаюсь Из склада в склад просто это все ношу Ладно, пойду отвезу, короче, то, что мы еще собрали Сейчас мы здесь продолжим развлекаться Ну и пособирал я вроде как это все чудо Давайте-ка выгрузим Бздынь Бздынь, все пропадает, все прекрасно Отлично Прицеп этот можно оставить в сторону тогда Пускай пока тут-то стоит Ну и вот он, рядок набивается И так они все будут набиваться Я хотел посмотреть На какие ряды оно будет выгружаться, да? По пять штук Раз Да, вот такие вот стопочки по пять Слушайте, классно Причем много может быть таких стопочек-то Нахера я это сделал сейчас? Вот это я понять не могу Потому что Сейчас такой же геморрой будет это все обратно отнести Ха Ладно, пускай стоит пока Реально впадло сейчас это все делать Все равно раньше 10 часов мы это все дело продавать не будем И знаете, ребята Сейчас особо ничего интересного у нас не происходит А, теплички, кстати Что у нас с тепличками? 96% плодоношения Да, скоро По-моему я в полдевятого их засевал А что, на северный не переключается, я не понял В общем-то так как плодоношение у нас уже 98-97% Можно даже отправить Урала за рассадой Которая у нас на садовом грунте Мы в прошлый раз накупили на год вперед Ну как на год вперед На... надолго вперед На все три урожая, которые на теплицах будут Поэтому сейчас Сейчас мы поедем все это дело и заберем Давай, дружище Садовый центр рассада Едь туда Пока я там расставлял технику Наш Урал, кстати, еще и прибыл на место Поэтому давайте-ка загрузим его чем-нибудь Первое, конечно же, мы на северный тепличный комплекс поедем Потому что там быстрее все созреет Мы начали с него, значит поедем туда И сейчас мы туда загрузим огурчики Потому что томаты у нас будут в самую последнюю очередь Хотя на самом деле разницы особой-то и нету В каком порядке все это дело отвозить Прикрепляем все это ремнями И отправляем его на теплицы СТК Посадка Северный тепличный комплекс 99% Давайте-ка вот это вот сюда пока переместим В общем-то его можно отправлять на посадку Он пока доедет, там уже будет 100% Главное не провафлить этот момент, чтобы удобрение внести Давай, едь Я тут просто вон технику паркую Сейчас все, что мы брали вот эти вот трактора Надо все перевезти обратно, чтобы был порядочек Потому что когда беспорядочек, это не круто Сюкалку тоже надо отвезти, фуражник надо отвезти Все надо поотвозить и поле это надо уже убирать Там на теплице кстати осталось еще 300 кубов отработанного грунта Но это так, параллельно у нас вот этот товарищ катается Наматывает себе одометр, уже он 4800 километров он почти проехал Хотя даже не почти, а уже и проехал Так, а что это у нас последнее не собирается Хотя там уже Урал почти приехал к теплицам Че так долго, ребята? Это не круто Хоть ты время мотай сейчас А я не хочу время мотать Или останавливать Урала Чего я тоже делать не хочу, мне просто лень на него переключаться Он же там уже весь в работе Сейчас посадит все Все типа работать должно будет Так, вот этого товарища мы ставим вот сюда И пока кстати свободное время у Фиата Можно цепануть его А где прицеп этот оставил? Я что-то даже как-то и забыл А вот он Отвозить дальше грунт, пускай возит Че он это самое? Техника надо, чтоб работала Все говорили мне, сервисное обслуживание раз в 200 часов надо делать И он 200 отработал В игре, конечно, надо намного чаще это все дело делать Эй, теплицы, давайте это самое Быстрее В общем, этот уже почти приехал Ладно Мы его с маршрута снимаем Сейчас сами все засеем Приготовим его к поездке на садовый центр рассада Сейчас его на правильное место поставлю Кстати, да, можно, знаете, что сделать? Посмотреть, чтобы он к этой точке И начинал с нее обязательно У меня тут намудрено всякой фигни Во, вот отсюда ты поедешь За рассадой, за следующей Пока мы там еще на базе будем Всякой фигней заниматься Ну давай же, ты уже должен был все собрать здесь О, наконец-то Три минуты прошло, по-моему, да? С тех пор Время пришлось мотать Итак, загружаем все это дело удобрениями Теперь здесь грунт второго урожая У него все прекрасно И давай на теплицы рассада Он поедет за рассадой Только сначала вот здесь проедет Все засеет Видите, какая красота Автоматизация, мать его, процессов Огурцы Здесь все у нас засеялось А мы переносимся обратно К нашему вот этому вот фэндом И отправляем его возить Отработанный грунт Который он забирает с теплиц Грунт старый И отвозит на садовый центр Грунт старый И возит он грунт старый Отработанный грунт А, ему еще на заправку надо Ух ты ж, нихрена себе 14 литров всего осталось у него Черт, а что мне на стреме не сказать? На стреме все так Все время парятся Что я езжу на сломанном мане И пишут Почини ман А вот заправить технику Никто даже не посоветовал Хотя Если ее не заправить То ты остановишься И придется мучиться Ну ладно А еще, кстати, друзья Довольно-таки пора Нам вставить уже И культивацию Полей, которые у нас убраны уже Начнем с 10 Потому что оно у нас Убиралось первым Да, вот с четырьмя полями Мне кажется Не так-то быстро У нас будет происходить Посев, культивация И вся вот эта вот фигня По-моему, здесь у нас стоит Культиватор, да? Блин, я никогда не угадываю Что за херня? Ну вот он стоит Да, красавчик Давайте Забубеним маршрут Сейчас классный какой-нибудь Где у нас вообще точка? А у нас точка Вот здесь находится Ну давайте тогда Вот отсюда будешь работать Три поворотных полосы Тебе сделаем С разворотиком И вроде как Ты должен будешь справиться У тебя все должно будет Красиво получиться И отправляем тебя На поле номер 10 И курс плей Ставим и все Ты в общем-то справишься И в тебе я не сомневаюсь Далее Что у нас на поле? На поле у нас почти все закончилось Точнее уборка почти закончилась Это прекрасно В общем-то Пускай ребята развлекаются Мы их сейчас поставим На соседнее поле Потому что у нас везде пшеница И ее капец как дохренище здесь Ну и самое интересное Наш товарищ Это Урал Который сейчас едет К теплицам Сейчас он тут все загрузит Уже 99% Но пока он до восточных Кстати доберется Я думаю Проблем никаких Не должно будет возникнуть И оно там все Пособирается К тому времени Можно кстати Тебя уже снять И отправить На Точнее приготовить К отправке ВТК посадка Да кстати Надо еще главное Сейчас именно Семь вот этих вот штук Отмерить Хотя с другой стороны Их можно будет и снять Без проблем И ремни мы Отстегиваем тоже Всем я имею ввиду Поддонов Ладно Можно будет посчитать Это не проблема Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть И вот этот Седьмой Хоп Все Прикрепляем ремнями Тут еще осталось Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да у меня все Куплено было Четенько Опаньки А они ремнями Захватились Серьезно Какого хрена Это по моему Не круто Ладно Все Все с ремнями Хорошо Он сейчас посадит И все будет прекрасно Ему все равно Еще пять минут Туда ехать За пять минут Так точно Соберется Эта клубника Оставшаяся Тем временем Кстати синий трактор Тоже приехал на поле Едет сейчас Он тут все культивировать Будет Ну в общем то Посадка Культивация Все будет у нас Как обычно по плану Наверное я рож Сейчас буду сеять Потому что Пшеничные муки У нас до хренища Будет все поля Сейчас засеяны Пшеницей Плюс там еще Контракты на чужих полях Есть с пшеницей Тоже Что-то туда прилетит Да кстати Мельница 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 Кому интересно Мельница Мельница друзья У нас работает Потому что Мы начали убирать На стриме Четвертое Пятое поле Не закончили Но начали В общем то У меня тут работает Сразу две линии Мукомольная И фасовочная То есть Мука сразу фасуется 48 кубов У нас уже фасованной Муки есть Также на складе У нас осталась Еще и ржаная Мука 700 кубов Мы ее до сих пор Не продали В общем то Пускай вот это Все дело работает И потом как нибудь У нас опять будет Гигантская мега Распродажа И заработаем кучу бабла Скорее всего Сделаем это Как обычно Через три дня Когда будем Время посевы Выравнивать обратно Будем думать Планы на будущее Покупать заводы И все такое прочее Возможно это даже будет В следующей серии Может быть на стримах Всем этим буду сейчас Заниматься Или за кадром Потому что по факту Однообразная работа Сейчас Да Скоро надо будет Заводики брать На этом друзья Наверное я эту серию Закончу Приходите короче На стримы И все такое Не забывайте Писать комментарии Лайкусики Если хотите смотреть серии Пораньше Можете оформить Дешевенькую спонсорку Тем кто это уже сделал Громаднейший лайкусик От меня Спасибо всем За поддержечку Ну и на этом у меня Все друзья С вами был Никита Дилей Всем покаки Субтитры сделал DimaTorzok